Привет, друзья! Сегодня я бы хотел сказать игрокам, которые хотят со мной поиграть, в первую очередь, ну, как в свободной общине. Вот. Пожалуйста, перед тем, как вы присоединяетесь, будьте любезны. Напишите мне об этом, потому что я сегодня потерял зелёные шмотки, которые выпали с босса. Вот. Потому что меня перекинуло на другой сервер. Всё очень просто. Написали, сказали. Я вам слова не скажу. Извините, это просто некрасиво с вашей стороны. Вот. По поводу моих статов. Я вам скажу так. У меня 30% отхил. 30%! Мне, вот я вам честно скажу, хватает и жизни, и урона. Ну, вот только единственное, с кем я испытываю проблемы, если в меня попал снайпер, вот как сейчас. И если мне вплотную стрельнет дробашь. Всё! То есть, с другими я никаких проблем на 33 уровне не испытываю. Что касается, вообще, я и до данного патча, я имею ввиду, до данного патча новой тёмной зоны, я бегал в основном вот в Т3, в Т4. Вот. Тут же всё то же самое, то есть, я и так и бегаю в Т3, в Т4. Ничего не изменилось абсолютно. Поэтому, что касается Т5, Т6, ну, это чисто, как я понимаю, для групп зоны. Вот, и нечего там убиваться, не пойми как, из себя героя корчить, вот, и пытаться, ну, нифига, СОС, 12-й кач, 204-й. Вот, и пытаться пройти. Я не вижу смысла там что-то проходить. Там падает абсолютно такой же шмот. Единственное, там соперники посложнее. Вот, я только вчера, нет, по-моему, сегодня, да, убил главного этого в центре босса между Т5 и Т6 зоной, и в итоге что? Ничего, ребят, вообще ничего. Мне кажется, самое оптимальное Т3, Т4. Вот она зона, можно даже в Т2 побегать, и ничего такого сверхъестественного в этом нет. Вот, на Т2, Т1, ХП и урона больше, чем достаточно. На Т3 абсолютно, да, чуть-чуть сложновато в плане ХП, но это будет дорабатываться. Вот, в плане, эмммм, именно техники, ой, не техники, а этой, электроники, ну, немного я, наверное, добавлю, тысяч до десяти. Вот. Просто на данный момент как-то не получалось. Вот, поэтому я, как бы, себя в Т3 комфортно чувствую. Ой, ой, ой. Единственное, вот, конечно, есть пара вещей, которые, ну, действительно непросто бывает воевать. Там тема интересная, согласна. Можно было просто пиу-пиу, грубо говоря. Ну, какой смысл вообще игры? Так. Стосмурстер. О, у меня тут друзья где-то. Ага, да. Ну и чё, вот, вот, обратите внимание, чё, мне урона не хватает. Чё мне не хватает? Мне всё хватает. Я постоянно слышу критику, вот тебе то не хватает, тебе всё не хватает. Ну, так, давайте так. Хватать не будет никогда. То есть, идеала нет. Правильно? Правильно. Сейчас ещё, через несколько дней, выйдет новый патч. Новое дополнение. Там будут шмотки у нас какие-то, 264-ый, да, по-моему. Ну, чё, там тоже не будет хватать. У меня просто, на самом деле, честно говоря, не очень много времени есть на игру. Поэтому я и так стараюсь, как бы, не отставать. А, 200... У меня сейчас 222-ой уровень шмота. То есть, я... Не скажу, что я, конечно... Вот как он так кидает, а? Через сетку. Удивительно. Единственное, я вам честно скажу, у меня сейчас поимело двое. Я их пытался один раз убить. Одного почти убил. Единственное, забыл огненные боеприпасы. И они меня склеили на пару. Вот. А потом у них закончился таймер. Так что, я потерял ещё один зелёный контейнер. Но, это так. То есть, так всё. Наживно. Я не очень расстраиваюсь. Единственное... Единственное, мне не понравилось, что меня они, конечно, убили тогда, когда я валил босса. То есть, спину. Но, это ПВП-зона. Я ничего другого, как бы, и не хотел. Тут всё из-под тяжка делается. Вот. Если бы у меня огненные боеприпасы были, я... Я одному снял половину, другому снял 95%. То есть, я думаю, обоих бы я завалил. И забрал бы свой шмот. Но, опять же, своей же ошибка лишила мне возможности этой. Вот. Так что, я потерял контейнер золотой и контейнер зелёный. Но, я не расстраиваюсь. Опять же, это же всё-таки игра. Чё, расстраиваются. Притом, в тёмной зоне у меня, ну, если сейчас не считать этот уровень, осталось-то всего 8 уровней, и у меня почти топ. Да, то есть, мне ворча, по сути, в тёмной зоне делать-то и нечего. Вот. Я надеюсь, конечно, расширить, опять же, систему. Обнаружены грузы. Загружаю координаты. Вот, это уже интересно. Будем примерно в данной точке. Грузы, на самом деле, имеют стандартность падать в нескольких местах. Вот, посмотрим. В этом падают вместе, в этом падают, в этом. То есть, вот так, по бокам. Но иногда вот тут падают. Не, вот тут, вот тут, да. Да, посмотрим, куда падёт. Ну, я практически был падал. Вот, так что, я не расстраиваюсь, на самом деле, по поводу убийств. Единственное, я не люблю игроков, которые, действительно, вот ты валишься в охрану этого груза, он подбегает под броню и забирается. Но, ребят, это некрасиво. А потом удивляться, что вас постоянно убивают, там, режут вам верёвку. Ладно, верёвку это одно, да. Ну, вот, когда просто в наглую забираете груз, там, у человека, который, там, зарешал всю охрану, ну, это, по меньшей мере, свинцы, наверное. Так правильнее будет сказать. Так, ну что, что у нас там? У нас, наверное, там два пулемётчика, пару снайперов и автоматчик. Надо начать с пулемётчика. Смотри, лёгшая добытка. Всегда начинайте с пулемётчиков. Они самые неудобные. Груз захвачен. Так, что... Так, пойдём дальше. Так о чём я? Что касается именно действий по поводу... Пойду я в метро. По поводу, когда вы забираете чужой лут. Вы сразу агрессивно себя провоцируете игроков. Если вы хотите, как бы, вы на равных убиваете противника, я вам советую подойти, предложать дружбу. Вы, как бы, убиваете вместе, получаете его в лут и расходитесь. То есть, это самый оптимальный вариант. Он не провоцирует на агрессию никого. Как бы, все довольны. В отличие от ситуации, если вы в наглую, там, кого-то скоммунизили. Ну, грубо говоря, да? Так что, вот, пользуйтесь этим. Поверьте мне, вам только, может быть, спасибо скажут. В отличие от основных противников. Ой, так, чё там? Ничего. Вот. По поводу друзей я сказал, да? То есть, ребят, не хочется просто терять лут. Может быть, может быть. Я не говорю, что он, может быть, хороший был. Может быть, он был и плохой. Но вдруг там интересная шмотка, какую я хотел. Понимаете? Вот. И это просто, ну, некрасиво. Вот. Далее. Я планирую стрим. Сделать стрим планирую, наверное, на следующей неделе. Где-нибудь, ну, я озвучу. Вот. Где-нибудь в районе Пятницы, может быть. Это типа Сайги, как я помню. Так вот. Прикольно. Раньше я такое не вывивал. А, вывивал. Ну, да. Как Сайга напоминает. Противник. А так, насчет советов по поводу статов. Да, я знаю. То есть, есть какие-то нюансы, которые мне надо добавить. Ну, вот. Как бы. Это касается... В основном это касается именно... ХП чуть-чуть буквально, да. Там где-то тысяч, наверное, 10, где-то 85, 3 где-то процента брони. Ладно, возьму. Вот. 3 процента брони. И, наверное, и 1010 электроники. В остальном, я считаю свои статы мне оптимальными. То есть, мне они подходят. Я не испытываю какого-то дискомфорта. Вы можете обратить внимание, я бегаю, воюю против 33-х золотых. И как-то, в общем-то, вроде ничего. Внимание, грузы ликвидированы. Там на гробку, наверное. Взять, отобьем! Вот, обратите внимание, я никогда не поступлю как крыса. Я убью противников и отдам смут. Я считаю, это оптимально всего, потому что я все-таки плохо очень отношусь к рогам. Особенно крысиным рогам, которые из-под тяжка, не те, которые прямо идут в лоб вам. Тех я уважаю, это называется кто-кого, то есть по-другому никак. А вот те, кто из-под тяжка, ну, ребят, ну, сейчас вам повезло, а в следующий раз вам просто не повезет. Все. Вас благополучно завалят. То есть, бывает, я даже собираю пати, и мы просто убиваем таких товарищей на сервер. Обратите внимание, как они гранат кидают. Просто шикарно, да? Просто муа! Игроки, если бы так кидали гранат. Но при этом я все равно опасаюсь. Смотрите, граната. Оп! Да? Там вообще он просто не видно. Ну, просто не видно. Где он там? Ай, ехать. Танут, туман. Туман, туман. Спасибо, парень. Вот боеприпасы у меня перестали заканчиваться. дробовик нормально tx у нас тут нам пойти по пункту припасиков как вы видите достаточно все удобно в темной зоне бывают крысы бывают не спорю я вам только что по поводу этих разговаривал вот но в остальном я не знаю я считаю абсолютно комфортная игра если как бы по мелочам не размениваются то pvp стала пустыней вот честно вам скажу то есть людей стало действительно мало но но так как бы не не скажу что остались мне кажется достойно круто вот видите да двойки бегают ничего нормально все данный босс попал теперь можно есть винтовочки смотрите в соколе ходит на часовом блин чего вечно сокол называем вот повес о я в ней не попал ни разу вот это фэйл да ладно моя вина в общем основные моменты я вам сказал еще раз говорю в темной зоне играть комфортнее и вы можете это увидеть то есть взаимопомощь есть конечно бывает крысы но не так часто они встречаются вот поэтому что касается статов я вам тоже сказал то есть я буду подправлять но они не критичны и они сейчас достаточно неплохие особенно урон что касается хп чуть-чуть надо поднять действительно тысяч на десять наверно где-то но семь десять тысяч да то есть где-то до 85 вот и на три процента поднять урон ой защиту вот тем самым я считаю до дополнения один и три у меня персонаж будет достаточно высоком уровень в общем спасибо что смотрели подписывайтесь на канал воспринимайте критику нормально критикуйте тоже нормально конструктивно пока пока